Мама троих детей Анастасия Скворцова живет в скромной съемной однушке на верхней террасе. Правда, одна. Старшая дочь Книни уже 17, она учится в Железнодорожном колледже и живет отдельно. А вот младшие, Павел и Сергей, пока живут в революционном центре Алые Паруса. Но это вынужденная мера. История началась несколько лет назад, когда Анастасия взяла кредит на замену окон в собственной квартире, задолжав банку сумму в 100 тысяч рублей. Оказавшись под давлением коллекторов, Анастасия продала квартиру, покрыв все долги, и в 2019 году, по согласованию с органами опеки, купила дом в Майинском районе. Отметим, что женщина инвалид второй группы, а в силу ее заболевания именно социальные службы дают разрешение или отказ в подобных сделках. Прожив в доме полгода, стало ясно, что жилье находится в аварийном состоянии. Анастасия обратилась к адвокату Оксане Мулиной, чтобы подробно разобраться в ситуации. Выяснилось, что фактически нашу героиню обманули по стоимости этого жилья на 845 тысяч. Жилье, которое по технической экспертизе стоило 345 тысяч, ей продали за 1 миллион 150 тысяч. Как отмечает адвокат, видя всю тяжелую ситуацию Анастасии, органы социальной защиты с легкостью согласились на эту сделку, не оказав Анастасии никакой социальной поддержки. Впоследствии обратившись в суд, дело о купле-продаже было выиграно, хотя и здесь возникла новая проблема. Представители ответчиков сказали, мы с соцзащитой уже порешали, что сейчас мы выйдем в суд с иском о признании ее недееспособной, и впоследствии мы ей назначим опекуна, какого мы посчитаем необходимым. И эти опекуны придут в суд и откажутся от исковых требований по сделке, скажем, у врача Михайлова. Это заявлялось открыто, подал ее запись. Суды по купле-продаже дома и квартиры Анастасия выиграла, но до сих пор не получила судебного заключения по квартире. Теперь она на свою пенсию вынуждена снимать жилье. Из-за возникших трат дети живут не с матерью. В сложившихся обстоятельствах органы опеки подали заявление в суд об ограничении Анастасии в родительских правах, ссылаясь на ее недееспособность. Органы опеки подали на меня на ограничение в родительских правах по той причине, якобы я в связи со состоянием своего здоровья, я не могу заниматься воспитанием своих детей. Им лишь бы отойти от меня и от своих обязанностей, вместо того, чтобы помочь. А забрать проще с семьи. Как-то мы жили же 17 лет. Сложившаяся ситуация вызвала большое общественное недовольство. Одним из общественников, ставших на защиту Анастасии, стала Евгения Калашникова, которая уверена, что проблем с воспитанием и развитием детей в этой семье не возникает. У Анастасии есть два сертификата. Семья. И согласно закону, она имеет право их использовать на образование своих детей. На лечение, на образование. То есть вообще вот я пока не вижу никаких проблем, которые бы могли послужить тому, чтобы забрать у нее детей. Как отмечают специалисты органов опеки, ситуация с гражданкой Скворцовой непростая. Однако обратились в суд небезознавательно. Эксперты усмотрели, что она не всегда может правильно оценивать свои действия. Да, даже вот учитывать продажу квартир, который происходил. Да, она сама как бы поясняет, что она не могла полностью оценить. Дети также вот уже не первый раз попадают по ее заявлению в госочреждение. Поэтому было принято такое решение, чтобы именно с ограничением обратиться с иском в суд, учитывая ее состояние здоровья. 27 августа станет для Анастасии решающим днем. Именно в этот день она узнает результаты судебной медицинской экспертизы, по результатам которой будет ясно, ограничит ли суд ее в родительских правах или же нет. Итоговое судебное заседание назначено на 30 августа. Одним словом, ситуация непростая, и больше всего, как правило, в этих условиях страдают сами дети. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Продолжение следует...